Вот 10 причин, по которым мы не молимся. Молиться очень важно. Все это понимают, поскольку в молитве сила. Но многие люди все равно не молятся. И потому сейчас я поделюсь с вами этими 10 причинами, по которым мы не молимся. И вместе с каждой из этих причин я также дам несколько практических советов по поводу того, как с ними справиться. Давайте рассмотрим первую из них. Нехватка времени. Хоть Библия и призывает нас уделять время Богу. Иисус часто уходил в пустынные места и молился. Евангелие от Луки 5,16. Поймите, это вполне реальная причина, по которой многие люди не молятся. Но вот что я могу на это сказать. Молитва не отнимает у нас время, а помогает сэкономить время. Вот как на практике справиться с этой причиной. Не делайте свой плотный график приоритетом. Стройте свой график вокруг своих приоритетов. Напишите в комментариях. Молитва не отнимает у меня время, а помогает сэкономить время. Не делайте свой плотный график приоритетам стройте свой график вокруг своих приоритетов время которое вы проводите наедине с богом помогает вам подчинить свою жизнь божьей воле когда вы заранее планируете регулярно проводить время в молитве это делает вас более дисциплинированными в вашей молитвенной жизни если вы ждете момента когда у вас в расписании появится свободная минутка для того чтобы помолиться такой момент никогда не настанет у вас в жизни всегда что-то будет происходить но если вы правильно расставите приоритеты многие люди расставляют по приоритетам то что у них запланировано по графику хотя эти планы и не являются для них приоритетом то есть чем-то важным некоторые моменты в нашем графике действительно полезны для нас но они не являются самым важным моментом нашей жизни иисус сказал ищите прежде царства божьего и так для того чтобы у вас была хорошая молитвенная жизнь вам придется понять что молитва это не пустая трата времени она не отнимает у вас время а помогает сэкономить время потому что бог начинает участвовать во всем что вы делаете и для того чтобы иметь хорошую молитвенную жизнь нужно сперва правильно расставить приоритеты и уж затем планировать вокруг них свой график ставить напоминание на телефоне не знаю как у вас это происходит но прежде всего нужно правильно расставить приоритеты многие люди говорят у меня так много всего запланировано на этот день но совпадает ли то что у вас запланировано с божьими целями и действительно ли это для вас полезно возможно это что-то такое что должно прилагаться как сказано в евангелии от матфея 6 33 как правило так и есть но люди бегают как угорелые говорят знаете мне так много всего нужно успеть сделать возможно нам следует для начала правильно расставить приоритеты или затем что-то планировать и пытаться успеть чтобы тот график который мы сами себе создаем не вытеснил из нашей жизни молитву а для этого нужно напомнить себе вот о чем каким бы занятым я ни был потому что иногда я могу быть таким занятым что забываю поесть молитва помогает мне сэкономить время они отнимает у меня время и потому она должна быть для меня приоритетом и я должен все остальное планировать вокруг молитвы я не могу сделать свой плотный график своим приоритетом я должен планировать все остальное вокруг того что является для меня приоритетом это кому-то помогает напишите об этом в комментариях, если это видео уже и так вам помогает. Вторая причина, по которой люди не молятся. Сомнения по поводу эффективности молитвы. Когда люди сомневаются в том, что их молитва имеет какой-либо вес. И потому чаще всего говорят, молиться бесполезно. Бог все равно сделает то, что захочет. Так зачем молиться? Зачем молиться, если Бог все равно исполнит то, что сам решил? Моя молитва ни на что не влияет. Но в послании Иакова 5.16 сказано, что молитва праведного действенна и имеет огромную силу. Ваша вера в Божью суверенность и его желание ответить на вашу молитву должны лишь побуждать вас молиться еще более настойчиво и ожидать ответа от Бога. Поскольку Бог все равно сделал то, что собирался сделать с Содомом и Гаморой, но при этом прислушался к просьбе Авраама, когда тот начал ходатайствовать за эти города. Бог сказал, что уничтожит Ахава за его грехи, но когда Ахав покаялся, Бог пощадил его и продлил его жизнь. Моисей ходатайствовал за израильский народ и Бог его не уничтожил. Езекия ходатайствовал и молился за себя и Бог продлил его жизнь. Пожалуйста, поймите. Да, молитва не изменит волю Божью, но она способна изменить ваши обстоятельства. Напишите в комментариях. Молитва не изменит волю Божью, но она способна изменить ваши обстоятельства. Я повторю это еще раз для тех, кто смотрит это видео через фейсбук или инстаграм. Молитва не изменит волю Божью, но она способна изменить ваши обстоятельства. Иаков молился об исполнении Божьего обетования, потому что ему была чужда такая мысль. Раз Бог дал мне обетование, значит он его исполнит. Может и так, но все же Иаков молился об исполнении Божьего обетования. Израильский народ взывал об обещанном исходе из Египта и Бог послал им Моисея в качестве ответа на их молитву, а не во исполнение обетования. Поскольку он сам сказал Моисею, я услышал вопль моего народа. Илья молился о долгожданном дожде, который стал ответом на молитву, а не просто исполнением обетования. Даниил молился об исходе из Вавилонского плена, о котором пророчествовал Иеремия, а не говорил, ну Бог сказал, значит он исполнит. Он молился об этом. И Бог пообещал злить Святого Духа, но Иисус все равно молился, церковь все равно молилась, и лишь тогда Бог излил своего Духа. Так что Бог исполнит свое обетование, но Ему нравится отвечать на наши молитвы. Напишите в комментариях, Бог исполнит свое обетование, но Ему нравится отвечать на наши молитвы. Бог исполнит свое обетование, но Ему нравится отвечать на наши молитвы. Поэтому не позвольте своим сомнениям по поводу эффективности и силы вашей молитвы помешать вам молиться. Как будто молитва не имеет смысла Как будто Бог все равно сделает все, что планирует сделать Хотя молитва и не изменит волю Божью Она способна изменить обстоятельства И даже когда по молитве ничего не происходит Она как минимум меняет вас Я повторю это еще раз Хотя молитва и не изменит волю Божью Она способна изменить обстоятельства И даже когда по молитве ничего не происходит Она как минимум меняет нас Бог исполнит свое обетование Но ему нравится отвечать на ваши молитвы Вот почему Господь повелевает нам непрестанно молиться и искать Его лица. Первая причина, по которой мы не молимся, заключается в нехватке времени. Но мы должны понимать, что молитва не отнимает у нас время, а помогает сэкономить время. И потому мы должны правильно расставить приоритеты и строить вокруг них свой график. Вторая причина, по которой люди не молятся, заключается в том, что они сомневаются в эффективности и силе молитвы и в том, что молитва способна что-то изменить. Мы выяснили, что хотя молитва и не изменит волю Божью, она способна изменить обстоятельства. И даже когда по молитве ничего не происходит, она как минимум меняет нас. И хоть Бог и сделает то, что хочет сделать, ему нравится отвечать на молитвы своего народа. Третья причина, по которой многие люди не молятся, это отвлекающие факторы и занятость. Нехватка времени — это вполне реальная причина, когда вы слишком перегружены и потому не успеваете молиться. Но отвлекающие факторы — это немного другое. Это заботы о том, о чем Господь даже не повелел нам заботиться. Марфа отвлекалась на много разных задач, тогда как Мария решила просто сидеть у ног Иисуса и слушать. Так что с беспокойствами, волнениями, заботами и разными отвлекающими факторами мы в силах совладать. Мой личный подход к тому, что либо отвлекает меня от молитвы, либо отвлекает меня во время молитвы, таков, поскольку некоторые люди, с которыми я знаком, вовсе перестают молиться, потому что говорят, «Я не могу сосредоточиться на молитве, а постоянно на что-то отвлекаюсь. Какой смысл вообще приходить на молитву, если я постоянно на что-то отвлекаюсь?» Позвольте подсказать вам секрет, который может вам в этом помочь. Молитесь о том, что вас беспокоит, когда приходите на молитву, вместо того, чтобы попытаться отвлечься от того, что вас отвлекает. И всему свое место. Но попробуйте молиться о том, о чем думаете в данный момент, о чем беспокоитесь и на что отвлекаетесь. Если я, к примеру, сегодня приду на молитву и буду переживать о предстоящем служении, на котором мне нужно проповедовать, или буду все время думать о конференции, которую мне предстоит проводить на следующей неделе, один подход может выглядеть так. «Я связываю это все во имя Иисуса». Но это реальные заботы и нужды, которые являются частью моего призвания. И поэтому в Библии сказано, чтобы мы возложили все свои заботы на Господа. В ней не сказано, чтобы мы связывали свои заботы. И многие люди не понимают, что Бога заботит все то, что вас заботит или беспокоит. Ну же, напишите в комментариях. Бога заботит все то, что вас заботит. Бога беспокоит то, что вас беспокоит. Вот почему в Писании сказано, чтобы мы ни о чем не заботились, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывали свои желания перед Богом. Превратите то, что вас отвлекает, в молитвенную нужду. Ну же, напишите в комментариях. Превратите то, что вас отвлекает, беспокоит и не дает сосредоточиться, в молитвенную нужду. Чтобы вместо того, чтобы использовать свою занятость и то, что вас отвлекает в качестве оправдания, почему вы не молитесь? Вы могли принести все это с собой на молитву. Иисус сказал, затворите за собой дверь, когда приходите на молитву, и поговорите об этом с Богом. Молиться в любом случае нужно о том, что у вас на сердце и в мыслях. И порой нам нужно выложить все, что у нас на сердце и в мыслях, и отдать это в руки Божьи. И происходит это именно во время молитвы. Итак, когда я молюсь, я отдаю свои заботы в Божьи руки, а Бог, в свою очередь, вкладывает свой мир в мое сердце. Когда я отдаю свои проблемы в Божьи руки во время молитвы, Бог дает мне мир в сердце. И это один из самых эффективных способов, которые помогут вам не отвлекаться во время молитвы. И вместо того, чтобы приходить на молитву и чувствовать себя виноватыми из-за того, что вы постоянно отвлекаетесь, попробуйте молиться о том, что вас тревожит. Пока не выговоритесь, не успокоитесь и не отдадите Богу все, что вас тревожит и отвлекает от молитвы. И не превратите это в молитвенную нужду. Аминь. Четвертая причина, по которой люди не молятся. Это недостаток познаний по поводу молитвы. Напишите в комментариях, недостаток познаний по поводу молитвы. Ученики Иисуса попросили Его научить их молиться. И я здесь обязан кое о чем упомянуть. Что научиться молиться мы сможем только на практике. Давайте напишем в комментариях, научиться молиться можно только во время самой молитвы. Вы не сможете научиться молиться, если будете только читать книги о молитве. Вам придется начать молиться и применить свои знания на практике. Так что да, научиться молиться можно только во время самой молитвы. Но я заметил, что многие люди не знают, как молиться. И у них нет никакого плана молитвы. И они не молятся, потому что не знают, о чем или как молиться. Возьмите самый простой план молитвы и начните его применять на практике. В одном из своих видео я конкретно говорю о том, как именно нужно молиться. И даже привожу основные планы молитвы, такие как молитва Борис. Это аббревиатура, в которой каждая буква что-то значит. К примеру, Б. Благодарение, О. Обожание, Р. Раскаяние, И. Молитва за иных, то есть за других людей, и С. Молитва за самого себя. Мягкий знак в конце я добавляю для складности. Вы можете взять этот план молитвы и в буквальном смысле этого слова побороться за себя, согласны? Это очень вам поможет, если вы не знаете, о чем именно молиться. Или возьмите в качестве примера молитву «Отче наш», в которой мы говорим «Отец Небесный, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя». Возьмите каждый отдельный пункт и в молитве расскажите Богу, что каждый из них значит лично для вас. Иногда вам даже не нужен никакой план, а нужно просто прийти и побыть наедине с Богом, попоклоняться Ему, почитать Его Слово, помолиться о том, что вы только что прочли, а затем представить Богу свои нужды, исповедовать свои грехи и попросить вас укрепить. В этом нет ничего сложного или вычурного, но так у вас будет хоть какой-то план молитвы. Я обнаружил, что многие люди не молятся, потому что попросту не знают, как или о чем молиться. Но при этом важно помнить, что молиться нельзя научиться из книжек. Научиться молиться можно только во время самой молитвы. Поэтому, приходя на молитву, используйте самый простой план или подход. Воздайте славу Богу, попросите Его о том, что вас волнует, исповедуйте свои грехи и помолитесь о том, о чем думаете. Иногда вам придется начать с конца, то есть с молитвой о том, что у вас на уме, потому что вас это так сильно отвлекает и беспокоит, что вы не можете ни на чем сосредоточиться. Если вас обременяет чувство вины или стыда, поговорите об этом с Богом, попросите у Него прощения, и уж затем поговорите с Богом о своих нуждах. Попросите Его дать вам хлеб ваш насущный, исцелить и освободить вас, и затем помолитесь обо всех остальных своих нуждах. У многих людей нет плана молитвы, и из-за этого они вообще не молятся. А некоторые не осознают, что можно прочесть всевозможные книги о молитве, посмотреть все видео о молитве, подписаться на всех пасторов, которые учат о молитве, но так и не научиться молиться, поскольку научиться молиться можно только во время самой молитвы. Напишите еще раз в комментариях, научиться молиться можно только во время самой молитвы. Пятая причина, по которой люди не молятся, Это неисповеданный грех И это довольно серьезная причина, из-за которой люди не хотят молиться В Псалме 65, 18 сказано Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь В книге Исаии сказано Ваши грехи заставили вас отдалиться от Бога Вспомните, человек впервые попытался спрятаться от Бога, когда Адам и Ева согрешили Грех нарушает вашу близость с Богом Наполняет ваше сердце чувством стыда, вины и осуждения И разрушает ту связь, которую вы выработали с Господом Грех заставляет вас скрываться от Бога Вводя вас в заблуждение и убеждая в том Что теперь вам нужно по-настоящему исправиться и стать лучше А для этого придется на протяжении нескольких дней изводить себя Погрязнуть в чувстве вины и стыда И лишь после этого вы будете достойны войти в Божье присутствие Но это ложь Потому что никто еще ни разу не стал достойным Божьего присутствия, погрязнув В чувстве вины Что же нам делать, если мы согрешили? Скорее бежать к Богу На самом деле, в книге Исаии сказано «Придите и рассудим, если будут грехи ваши как багряные, или если они будут красны как пурпур, я как снег их убелю» Пожалуйста, поймите, вам никогда не удастся избавиться от своих грехов своими собственными усилиями Если бы вы могли это сделать, вам не нужна была бы кровь Иисуса Достаточно было бы прикрыться смоковными листьями то есть совершить какое-то религиозное действие, чтобы очистить совесть Но это не помогает, как это не помогло Адаму и Еве Господь начал искать Адама, а не Адам начал искать Бога Когда вы живете во грехе, вы будете ощущать обличение Святого Духа но, как правило, попытаетесь спрятаться от Бога и перестанете молиться А вместо этого скажете «Ну да, я не буду пока что молиться и разговаривать с Богом» Почему? Потому что нагрешил, что-то посмотрел, что-то сделал перешел черту, знаете, или пошел на компромисс Как правило, грех в таких случаях приводит к отсутствию молитвы а отсутствие молитвы приводит к еще большему греху Напишите в комментариях Грех приводит к отсутствию молитвы а отсутствие молитвы приводит к еще большему греху Грешный человек перестает молиться а человек, который молится, перестает грешить Вот так вот Грех разрушает молитвенную жизнь больше всего остального Вот почему то, чем вы занимаетесь накануне вечером так же важно, как и сама молитва по утрам Я часто говорю людям если хотите иметь сильную молитвенную жизнь живите святой и праведной жизнью потому что святость подпитывает молитву а молитва подпитывает святость Напишите в комментариях Святость подпитывает молитву а молитва подпитывает святость Они действуют в связке Допустим, вы привыкли молиться по утрам как и многие другие верующие, которые просыпаются по утрам и проводят время в молитве наедине с Господом На то, как вы проведете это время, повлияет то, чем вы занимались накануне вечером. Если вы совершили аморальный поступок, посмотрели что-то неподобающее на телефоне или компьютере, поучаствовали в разговоре, во время которого перешли черту, или сделали что-то такое, что было неугодно Богу, или пошли на компромиссы своей совестью, я вам гарантирую, на следующее утро вы начнете выдумывать разные оправдания, чтобы не пойти и не поговорить с Богом. У вас резко пропадет желание молиться. Почему? Потому что грех мешает вам молиться и приводит к тому, что вы перестаете молиться. Когда люди грешат, им не хочется молиться. А когда люди не молятся, они начинают еще больше грешить. Эти два момента работают в связке. Да, мы все грешные люди, не в том смысле, что такова наша природа, но мы все равно часто согрешаем. Апостол Иоанн пишет, что тот, кто говорит, что не имеет греха, лжет. Надеюсь, в вашем случае речь не идет о каких-то аморальных или нечестивых поступках, но иногда мы говорим или думаем о чем-то таком, чем не можем похвалиться, поскольку живем в грешном мире, в котором нам даже не нужно искать повод согрешить. Он сам нас находит. И поэтому нам всем нужно регулярно исповедовать свои грехи. Так что если вы впали в грех, быстро бегите к Богу и просите Его омыть вас кровью Иисуса. Не используйте свой грех в качестве оправдания, а просто скажите, Иисус, очисти меня, омой меня. Я больше никогда так не буду. Аминь. Это кому-то помогает? Если помогает, напишите об этом в комментариях. Мы говорим о 10 причинах, по которым люди не молятся. Давайте повторим. Первая причина, по которой люди не молятся, заключается в том, что им не хватает времени. И многие люди думают, что молитва отнимает у них время, тогда как на самом деле молитва помогает сэкономить время. Вторая причина, по которой многие люди не молятся, заключается в том, что они сомневаются, что их молитва имеет какой-то вес или способна что-то изменить. Да, молитва не меняет Божью волю, но она способна изменить обстоятельства. А когда она не меняет обстоятельства, она изменяет нас. Многие люди думают, но Бог все равно сделает то, что посчитает нужным. Да, Он рано или поздно исполнит свое обетование, но Ему нравится отвечать на молитвы своего народа. Третья причина, по которой люди не молятся, из-за отвлекающих факторов. Но вместо того, чтобы испытывать чувство вины из-за того, что вы постоянно отвлекаетесь во время молитвы, попробуйте превратить то, что вас тревожит, в молитвенную нужду. Молитесь о том, что вас беспокоит, о чем вы переживаете. Четвертая причина, по которой люди не молятся, потому что у них нет плана молитвы. Но важно помнить о том, что молиться можно научиться только во время самой молитвы. И есть много простых планов молитвы, такие как молитва «Отче наш», молитва по принципу «Скини» или молитва «Борись», о которой я также упоминал, благодаря которым мы можем поддерживать свою молитвенную жизнь в тонусе. Хоть суть молитвы и не в пунктах, формулах и четкой структуре, а в состоянии вашего сердца. Пятая и очень важная причина, по которой люди не молятся, это грех. Грех помешает вам молиться, а отсутствие молитвы заставит вас еще больше грешить. Давайте сделаем небольшой перерыв, поскольку я хочу напомнить всем, кто смотрит это видео, что у нашего служения появилась очень уникальная возможность перевести мою книгу «Путь к свободе» на фарси и на арабский язык и распространить ее в шести странах на Ближнем Востоке. Большинству из вас известно, что у меня есть отдельные каналы на ютюбе на английском и испанском языке, что мы уже и так переводим мои книги на 17 разных языков и более 200 тысяч человек уже успели скачать мои книги бесплатно у меня на сайте. И я регулярно молюсь о странах Ближнего Востока. Я ездил туда и проповедовал в нескольких странах, в некоторых из них тайно, в некоторых открыто. Но в данный момент у нас появилась возможность перевести мою книгу «Путь к свободе» об освобождении от бесов и переслать ее верующим в этих странах, которые живут в подполье и тайно служат Богу, и которых могут бросить в тюрьму, если кто-то узнает, что они служат Богу. И поэтому мы хотим отправить эти книги в Ирак, Турцию, Иран, Ливан, Египет и Сирию. У нас есть партнеры, которые помогут их там распространить. И поэтому мы просим вас, во-первых, молиться за нас, пока мы будем это делать. И во-вторых, если у вас в сердце будет такое желание, и вы скажете «Я хочу, чтобы у людей в странах Ближнего Востока также была возможность побольше узнать об освобождении», вы можете нас поддержать, зайдя на сайт pastorvlad.org в раздел «Перевод книг». Нам это очень сильно поможет, если вы будете за нас молиться, а также поддержите нас финансово, если Бог побудит вас это сделать. Давайте продолжим. Шестая причина, по которой люди не молятся, это сопротивление со стороны бесов. Напишите в комментариях сопротивление со стороны бесов. Дьявол знает, что он не сможет помешать Богу ответить на вашу молитву, поэтому он попытается помешать вам молиться. Позвольте повторить. Дьявол знает, что он не сможет помешать Богу ответить на вашу молитву, поэтому он попытается помешать вам молиться. Есть такая змея — питон. Это очень уникальная змея, потому что она убивает своих жертв не ядом, а обхватывает их кольцами и сжимает до тех пор, пока не выдавит из них последний глоток воздуха. Я верю, что этот дух Питона ненавидит молитву. О духе Питона упоминается в книге Деяний, когда Павел и Сила шли на молитву, и мне это кажется очень интересным. И женщина, одержимая духом прорицания, или духом гадания, или духом Питона, как сказано в сносках, начала за ними следовать. Каждый раз, когда вы собираетесь на молитву, этот дух вас атакует. Этот злой дух пытается помешать вам молиться. Почему? Потому что Питон пытается задушить свою жертву. А дух Питона пытается лишить верующих людей дыхания жизни. Напишите в комментариях. Питон пытается задушить свою жертву. А дух Питона пытается лишить христиан дыхания жизни. Что я имею в виду? Дыхание в Библии символизирует Святого Духа и саму жизнь. Когда вы ежедневно вдыхаете Слово Божье, то Божье дыхание начинает действовать у вас внутри. И вы выдыхаете с помощью молитвы и хвалы. Итак, мы вдыхаем Слово Божье, а выдыхаем молитву и хвалу. И враг хочет сдавить нам глотку, чтобы мы перестали дышать. Он, как Питон, стремится лишить вас дыхания жизни, потому что не хочет, чтобы Слово Божье проникало в вас, поскольку оно богодухновенно. 2 Тимофею 3.16 И когда вы молитесь, чтобы вы выдыхали молитву и хвалу. Враг стремится лишить христиан способности дышать. Некоторым демонам поручено сделать все возможное, только чтобы вы не молились. Послушайте меня очень внимательно. Их цель лишь в том, чтобы вы не молились. Вот почему вы порой чувствуете духовное сопротивление. Потому что сатана знает, что бог не перестанет вас изменять, преображать в свой образ и отвечать на ваши молитвы. И если сатане удастся вас обхватить и начать покрепче сжимать свою хватку, чтобы Божье дыхание не проникало в вас и вы не выдыхали молитву и хвалу, вы задохнетесь в духовном плане. Поэтому демоны и оказывают вам сопротивление, чтобы вы не молились. Бог хочет разрушить власть духа питона в вашей жизни уже сегодня во имя Иисуса. Бог хочет уничтожить дух питона в вашей жизни во имя Иисуса, чтобы вы не переставали молиться, не отрекались от молитвы, даже если уже успели это сделать. И я не уделяю дьяволу слишком много внимания, но, пожалуйста, не обманывайтесь и не будьте наивны. За постоянным духовным сопротивлением молитве практически всегда стоит дух питона. Злой дух, который пытается помешать вам молиться. Седьмая причина, по которой люди не молятся, это разочарование из-за отсутствия мгновенных результатов. Разочарование из-за отсутствия мгновенных результатов. Когда вы не видите того, о чем молились. И это вызывает у вас разочарование. Этот пункт немного похож на сомнение по поводу силы молитвы, но сомнение — это когда я не знаю, имеет ли моя молитва какой-то вес, а разочарование — это когда мне кажется, что моя молитва не приносит никаких результатов. Я уже молился раньше, но человек, о котором я молился, умер. Или мое здоровье не улучшилось. Разочарование из-за отсутствия мгновенных результатов — это та причина, с помощью которой враг заставляет некоторых людей сказать, в чем тогда смысл? Зачем вообще молиться? Моя молитва не приносит никаких плодов. Порой, когда мы молимся, наша жизнь становится только хуже, а не лучше. И поэтому люди смотрят на свои обстоятельства и говорят, наверное, я делаю что-то не так. Отец, у которого заболела дочь, пришел к Иисусу и попросил, чтобы Иисус ее исцелил. Но пока он шел с Иисусом, в Писании сказано, что ей стало еще хуже. И к нему пришли и сказали, слушай, оставь Иисуса в покое. Зачем ты беспокоишь учителя? Твоя дочь уже и так была больна, когда ты к нему пошел, а теперь она умерла. И то, что ты пришел к Иисусу, никак не улучшило ситуацию. Вас это разочаровывает. И вам кажется, что вам просто нужно перестать следовать за Иисусом и перестать молиться. Потому что ситуацию это не меняет. Когда апостол Павел подбрасывал хворост в огонь, из него выползла змея и укусила его за руку. Люди это увидели и сказали, ну вот, Бог его пытается уничтожить или за что-то наказывает. Порой, когда и вы сами молитесь, и все остальные молятся с вами, ситуация лишь ухудшается. И человек не получает исцеления или освобождения, прорыв не приходит. И мы ни в коем случае не должны относиться к молитве как к торговому автомату, думая, что если только мы нажмем на правильные кнопки, у нас все получится. Ведь главное в молитве не мы сами, а Божья воля. И Иисус же не сказал, вот смотрите, я молился в Гефсиманском саду, но все равно был вынужден умереть на кресте. Потому что в конце концов, цель молитвы заключается в том, чтобы покориться Божьей воле, Божьим целям и Божьим планам. Даже если некоторые из этих целей не осуществляются мгновенно. Вот что я заметил в своей собственной жизни. То, что я не вижу мгновенных результатов, еще не значит, что Бог перестал действовать или вообще никогда не действовал в моей жизни. Представьте себе такой пример. Когда лучник берет стрелу, он оттягивает ее назад, прежде чем выпустить вперед. Возможно, иногда то, что кажется нам промедлением, или приносит разочарование, или когда вам кажется, почему я двигаюсь назад, а не вперед, все стало еще хуже, ситуация не меняется. В духовном мире происходит что-то такое, чего мы не видим. Возможно, ситуация в жизни Иова, когда он все потерял, произошла не потому, что Бог его оставил, а потому, что на самом деле Бог им гордился и говорил, вот смотрите, это мой друг Иов, который верен мне во всем. Мы ни в коем случае не должны воспринимать свои обстоятельства, как мирило того, что происходит в духовном мире, потому что мы всего не знаем. И поэтому не должны позволять разочарованию помешать нам молиться. Посмотрите, к примеру, на мой глаз. Я молился о том, чтобы Бог меня исцелил, хоть у меня никогда и не было проблем со зрением. Зрение у меня прекрасное, но я молился в основном о том, чтобы Бог изменил мой внешний вид. И также у меня были сильные головные боли. И глаз мой Бог так и не исправил. Я верю, что однажды Он его исправит, когда я попаду на небеса, но зато Господь исцелил мое сердце, избавил меня от неуверенности в себе и исцелил от головных болей, которые как раз и приносили мне сильные страдания. И был такой момент, когда я подумал, ну и какой смысл молиться, если Бог не исцелил мой глаз? Мы ни в коем случае не должны позволить, чтобы разочарование из-за некоторых моментов, о которых мы молились, и Бог, к примеру, ответил, не сейчас. Это произойдет, но немного позже. Заставили нас споткнуться и перестать молиться. То, что Бог не ответил на какую-то молитву мгновенно, еще не значит, что Он не ответит на следующую вашу молитву. Кроме того, я не вижу всего, что происходит в духовном мире и не знаю до конца Божью волю. Хоть и знаю, что Божья воля заключается в том, чтобы мы получили исцеление и спасение, что Он хочет нас защитить и обеспечить, но есть такие моменты в нашей жизни, которые я не могу объяснить. Но из этого я не собираюсь бросаться в ловушку врага и говорить, ну вот, Бог мне не ответил. Хоть я и не знаю до конца почему, а лишь знаю, что надеющиеся на Господа обновятся в силе и верю, что Бог все делает в свое время. И это помогает мне терпеливо ожидать ответа и не переставать молиться, даже если я не получаю ответ мгновенно. Аминь. Восьмая причина, по которой многие люди не молятся, это наша плоть или слабость нашей плоти. Молитва противится плоти, а плоть противится молитве. В Евангелии от Матфея 26, 40, 41 Иисус говорит о том, что дух бодр, плод же немощно. Что же нам делать в таких ситуациях? Молиться, когда нам хочется молиться, и молиться, когда нам не хочется молиться. Напишите в комментариях. Молитесь, когда вам хочется молиться и молитесь, когда вам не хочется молиться. Молитесь, когда вам хочется молиться. Почему? Потому что грех пренебрегать такой возможностью. Молитесь, когда вам не хочется молиться. Почему? Потому что оставаться в таком состоянии крайне опасно. Давайте напишем в комментариях. Молитесь, когда вам хочется молиться, потому что грех пренебрегает такой прекрасной возможностью. И молитесь, когда вам не хочется молиться, потому что оставаться в таком состоянии крайне опасно. Не начинайте дремать в плане молитвы, молитесь всегда. Иногда во всем виноват даже не дьявол, не наше разочарование и не наша занятость, а наша плоть. Плот не любит молиться. Плоте не нравится поститься, и потому она будет делать все, что угодно. Придумывать себе разные развлечения, отговаривать вас от поста, говорить вам, просто полистай Инстаграм. Сделай что угодно, но только не молись и не постись. Возможно, вы видели карикатуру, на которой изображен человек с пылесосом, который пытается пропылесосить пустыню и очистить ее от песка. И под этой карикатурой была подпись «Это я занимаюсь чем угодно, только не тем, чем нужно заниматься». Именно так ведет себя плоть. Она заставит вас делать что угодно, лишь бы вы не молились. И потому ей нельзя потакать или кормить с ложечки, а нужно молиться, когда вам этого хочется, потому что нельзя пренебрегать такой возможностью, и молиться, когда вам не хочется, потому что оставаться в таком состоянии крайне опасно. Лишь так вы справитесь со слабостью плоти. Девятая причина, по которой люди не молятся — это гордыня. Гордыня или гордость житейская. Отсутствие молитвы в жизни — это чванливость перед Богом. Напишите в комментариях. Отсутствие молитвы в жизни — это чванливость перед Богом. Истинный корень отсутствия молитвы в жизни человека — это его гордыня. Мы часто прячемся за своей занятостью, но чаще всего, если мы будем до конца откровенными, истинная причина отсутствия молитвы — это независимое отношение. Когда мы говорим «я все знаю», «я сам разберусь», но в Библии сказано «не полагайся на разум свой». Во всех путях своих познавай Бога. Когда мы осознаем свою нужду в Божьем руководстве и силе, и то, насколько мы от него зависимы, молиться становится гораздо легче. Помните такое время, когда у вас в жизни был сильный кризис, и как легко вам было молиться? Когда у вас возникали большие проблемы, работа, друзья, развлечения, соцсети и все остальное уже не имели для вас такого огромного значения, как молитва. К сожалению, некоторые из нас оказываются в таком положении только тогда, когда нас к этому подталкивают проблемы или вызовы. Почему бы нам не выработать привычку или отношения в своем сердце и не начать постоянно пребывать в таком положении? И когда вы видите, что начинаете отдаляться от Бога и терять страсть по Богу, не приложить пост к молитве, чтобы вернуться в это положение со смирением и покаянием. Вы можете всегда быть голодными по Богу, если только не утратите смирение. Если вам нужна будет помощь, покаяние и пост — это отличный способ вернуться в такое положение. Вот почему я большой сторонник поста. Потому что пост усиливает молитву и смиряет гордыню. Пост — это библейский способ, с помощью которого мы можем смириться. Поэтому, прилагая пост к молитве, вы наносите своей гордыне смертельный удар, потому что признаете, «Бог, я не просто нуждаюсь в Тебе, но и нуждаюсь в Тебе даже больше, чем в пище. Бог, Ты — источник моей силы. Я нуждаюсь в Твоем руководстве. Без Тебя я не выживу». И затем вы начинаете молиться. Когда вы не молитесь, то, по сути, показываете Господу и всему духовному миру, «Мне не нужен Бог. Я самый умный, могучий и опытный. У меня все под контролем. Я могу положиться на свой собственный интеллект и опыт. У меня все схвачено. Я сам такой себе мини-божок». И это в вас говорит гордость, которая как раз и приводит к падению. Так что, если вы не молитесь, скорее всего, скрытым корнем этого является гордость, независимое отношение и мысль о том, что вам не нужен Бог. И я призываю вас, покайтесь в своей гордыне. Начните поститься и уделять время молитве и тому, чтобы искать Божьего лица. Если вы столкнулись с гордыней, просто выделите один день, всего одни сутки, и уделите их посту. И вместо того, чтобы есть, читайте Слово Божие, общайтесь с Богом, кайтесь в своем независимом отношении и гордыне, и вы увидите, как Святой Дух по-новому сойдет на вас и оживит в вашем сердце голод и страсть по Богу. Это девятая причина, по которой люди не молятся, а именно, из-за гордыни. И, наконец, последняя причина, по которой люди не молятся, и это, возможно, и не относится к большинству из вас, но я все же верю, что некоторые из вас увидят в ней себя, а именно, ощущение того, что вы недостойны. Когда человек чувствует, что он недостоин молиться из-за чувства вины и осуждения. Порой даже не из-за того, что он сделал. Просто у него сиротский дух, и он считает себя жалким существом и думает, что Бог его не любит. И законическое отношение играет в этом далеко не последнюю роль. Но вот, что мы должны понять по поводу молитвы. То, что вы достойны или недостойны, здесь ни при чем. Ангелы не поют на небесах о том, что они достойны, а поют о том, что Господь достоин. Поэтому речь не о вас и не о вашем достоинстве и ваших чувствах, а о том, что Иисус достоин. И о вере в силу крови Христа. Мы приходим к Богу через кровь Иисуса, а не потому, что мы такие совершенные создания. Мы приходим к Богу потому, что Он сделал нас праведными. Его благодать и прощение помогают нам приходить к Нему с уверенностью и осознанием того, что Он нас принимает и любит. Не позвольте мысли о том, что вы недостойны, помешать вам молиться. Когда вы чувствуете, что недостойны, вспомните о женщине, которая была грешницей, но все же омыла ноги Иисуса своими слезами и отерла своими волосами. Сотник, который считал себя недостойным, сказал Иисусу, «Просто скажи слово, и мой слуга будет исцелен». Не позволяйте мысли о том, что вы недостойны, угасить в вас веру. Приходите к Богу такими, какие вы есть. Я вам обещаю, благодаря силе Его крови и Его духа вы не останетесь такими, какие вы есть. И я не говорю, что вы, выйдя с молитвы, будете считать себя каким-то особенным. Нет. Истинным признаком того, что вам удалось прикоснуться к Иисусу, будет то, что Он станет для вас еще более ценным и еще более достойным. Иисус уже и так достоин, но в вашем сердце Он будет еще больше превознесен, а не вы сами. Когда вы сами отходите на задний план, растворяетесь в Боге и теряете свою жизнь, как сказано в Библии, вы обретаете себя и свою жизнь. А когда вы стремитесь ее сберечь, то обязательно потеряете. В юности я считал себя недостойным, но затем, пережив Божье присутствие, я узнал один секрет из книги Бытия, в которой сказано «И ходил Енох перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его». Бывает такое, что вы ходите с Богом, и вас уже нет. Не в том смысле, что вы перестаете существовать, а в том, что его присутствие в вашей жизни становится настолько всепоглощающим, что вашим мыслям о том, что вы недостойны, вашей неуверенности в себе и привычке постоянно сосредотачиваться на себе, в ней уже нет места, и вы полностью сосредотачиваете свое внимание на нем. И по мере того, как вы это делаете, ваша любовь к Богу возрастает, у вас улучшается самооценка, вы начинаете правильно относиться к себе и считать свое тело Божьим творением, созданным по образу и подобию Божьему. И вы уже не думаете, «Я уродина, я толстый, я никому не нужен, я никогда ничего не достигну». Все это поглощает Божья любовь. И вы смотрите на себя и говорите, «Иисус меня любит». Не потому, что я такой особенный. Нет, я раньше был грешником, мертвым по своим грехам и отделенным от Бога, но Иисус простил меня. Я Божье творение, я сотворен по Его образу и подобию и запечатлен Святым Духом, и у меня есть цель в жизни. И вы это говорите не из высокомерия, а из-за уверенности в Боге. Не из дерзости, а по вере. Не потому, что вы одержимы собой. Нет, нет, нет. А потому, что вы одержимы Иисусом. Отреклись от себя, обрели мир и радость в Боге. И потому чувствуете себя комфортно по поводу себя и своих жизненных обстоятельств. А ведь это очень важно. Так что не позвольте мысли о том, что вы недостойны, помешать вам хвалить и славить Бога. Речь не о вас, а о том, что Иисус достоин. Итак, давайте повторим 10 причин, по которым люди не молятся. Пожалуйста, перечислите эти причины в комментариях. Если вы только начинаете смотреть это видео, не забудьте нажать кнопку «Нравится», сообщить мне, откуда вы его смотрите, и поделиться ним со своими знакомыми, потому что я знаю, что оно многим людям поможет. Мы всей церковью продолжаем молиться и поститься как минимум раз в месяц. Если вы смотрите это видео на YouTube, подпишитесь на мою электронную рассылку и молитесь и поститесь вместе с нами. И также подпишитесь на мой канал в Telegram, чтобы знать, о чем конкретно мы молимся. Итак, вот 10 причин, по которым люди не молятся. Во-первых, из-за нехватки времени. Во-вторых, из-за сомнений в эффективности молитвы. В-третьих, из-за того, что постоянно на что-то отвлекаются во время молитвы. В-четвертых, из-за отсутствия плана молитвы. В-пятых, из-за неисповеданного греха. В-шестых, из-за сопротивления со стороны дьявола. В-седьмых, из-за разочарования, связанного с отсутствием мгновенных результатов. В-восьмых, из-за слабости плоти. В-девятых, из-за гордыни. И в-десятых, из-за мысли о том, что они недостойны. Как преодолеть эти 10 причин, по которым люди не молятся? Во-первых, не ставьте свой график во главу угла, а правильно расставьте приоритеты и стройте вокруг них свой график. Во-вторых, помните о том, что молитва не меняет Бога, но зато может изменить обстоятельства или, как минимум, изменить вас. В-третьих, если вы постоянно отвлекаетесь во время молитвы, превратите свои волнения и заботы в молитвенную нужду. В-четвертых, если у вас нет конкретного плана молитвы, научиться молиться можно только на практике, используя примеры, данные нам в Библии, такие как молитва «Отче наш». В-пятых, когда неисповеданный грех мешает нам строить отношения с Богом, нам нужно исповедовать свой грех и покаяться в нем, и это устранит преграду в молитве. В-шестых, когда дьявол пытается помешать нам молиться, поскольку молитва как дыхание жизни, когда мы вдыхаем Слово Божие и выдыхаем молитву и хвалу, мы должны оказать противостояние злым духам с помощью Слова Божьего и Божьего всеоружия. В-седьмых, преодолеть разочарование из-за отсутствия мгновенных ответов на молитву можно, осознав, что кое-что из того, что с нами происходит, мы не понимаем до конца. Но Бог все знает, и нам нужно доверять Ему. И даже если мы не получаем мгновенного ответа на молитву, нам нужно набраться терпения, потому что очень часто промедление — это еще не отказ. В-восьмых, когда ваша плоть не хочет, чтобы вы молились, мы должны молиться, когда нам хочется молиться, чтобы не пренебречь такой возможностью. А когда нам не хочется молиться, мы все равно должны молиться, потому что оставаться в таком состоянии крайне опасно. В-девятых, когда мы не молимся из-за гордыни, преодолеть гордыню можно с помощью смирения. И чаще всего пост помогает нам усилить молитву, делая нас более смиренными и помогая избавиться от гордыни. В десятых, когда мы чувствуем, что недостойны молиться, и из-за этого многие люди не молятся, нам нужно понять, что Бог нас любит и заботится о нас, и растворится в его присутствии, чтобы мы уже не были одержимы самими собой, а были одержимы им. Аминь. Если это вам помогает, оставьте в комментариях эмодзи с огнем. Мы рассмотрели 10 причин, по которым люди не молятся. И сейчас давайте подготовим свое сердце к молитве. Я хочу помолиться за вас. Если вам трудно молиться, я верю, что это учение поможет вам начать это делать, и вы ощутите свежее желание молиться. Я знаю, что некоторые из вас, слушая его, думали, «Я уже ощущаю свежее желание молиться». Бог меня касается и побуждает молиться, и потому я начну молиться с новой силой и буду участвовать в общих молитвах вместе с вами. Аминь. Если я обращаюсь к вам, обязательно напишите об этом в комментариях. Господь Иисус, мы приходим к тебе прямо сейчас и просим о каждом человеке, который смотрит это видео. Во имя Иисуса. Драгоценный Дух Святой, пожалуйста, помоги нам правильно расставить приоритеты и начать уделять время молитве. Укрепи нашу молитвенную жизнь. Я прихожу к тебе прямо сейчас, Господь, во имя Иисуса Христа. И прошу, помоги нам молиться тебе с новыми силами во имя Иисуса. Господь, мы раскаиваемся в гордыне, независимом отношении и в том, что не расставили приоритеты в своем графике и не поставили общение с тобой на первое место. Господь, мы раскаиваемся в том, что позволили разочарованию вбить клин в наши отношения и в том, что допустили грех в своей жизни, из-за которого наша близость с тобой была нарушена. Господь, мы раскаиваемся прямо сейчас во имя Иисуса Христа, в том, что позволили мыслям о том, что мы недостойны, врагу и своей собственной плоти создать преграду между тобой и нами. Пожалуйста, омой нас своей драгоценной кровью, очисти и помоги примириться с тобой, Господь, и соверши прорыв в нашей жизни во имя Иисуса. Дух Святой, начни двигаться в нашем сердце прямо сейчас. Я молюсь прямо сейчас за каждого человека, который смотрит это видео, и которому трудно молиться или перейти на новый уровень в своей молитвенной жизни. Помоги нам преодолеть любые преграды уже сегодня. Господь, во имя Иисуса, пусть любые бесовские твердыни падут, пусть Дух Питона будет сокрушен в нашей жизни во имя Иисуса Христа, пусть свежее помазание Святого Духа сойдет на нашу жизнь во имя Иисуса. Господь, пожалуйста, благослови молитвенную жизнь каждого человека и помоги нам приблизиться к тебе в молитве во имя Иисуса. Господь, я молюсь о том, чтобы ты двигался в нашей жизни, в нашей семье, в нашем здоровье, в наших финансах и во всех сферах нашей жизни могущественным образом во время молитвы, когда мы пытаемся правильно расставить приоритеты, планировать свое время и поставить тебя на первое место в нашей жизни. Бог, я молюсь о тех, кому нужно начать поститься, побуждай таких людей к посту, укрепляй их во время поста, помоги им распять свою плоть и противостать любому духу питона, который хочет выдавить из них дыхание жизни. Помоги им преодолеть любую занятость, все, что их отвлекает, любые мысли о том, что они недостойны, любое разочарование и все остальное Дух Святой, что восстает против нас, чтобы мы посвятили свою жизнь молитве и видели в ней твою силу и чудеса во имя Иисуса. Если вы смотрите это видео и сталкиваетесь с разными болезнями или недугами в своем теле, я попрошу вас, возложите руку на ту часть тела, в которой вы чувствуете боль или в которой у вас есть болезнь, независимо от того, какой вам поставили диагноз. Возможно, вы смотрите это видео, и у вас нет болезней, но есть какая-то зависимость, к примеру, от алкоголя. На сайте нашей церкви свидетельство одного полицейского, у которого была алкогольная зависимость, и он однажды посмотрел одно из таких видео и получил полное освобождение. В другом свидетельстве, которое мы однажды опубликовали, одна женщина рассказывает о том, как Бог исцелил ее от волчанки во время просмотра одного из таких видео. Еще одну женщину Бог исцелил от рака. Мы показывали ее свидетельство несколько недель назад на служении церкви. Возможно, Бог и вас прямо сейчас исцелит и прикоснется к вам. Он невзирает на лица и очень сильно вас любит, и он хочет восстановить ваше здоровье прямо сейчас. Поэтому давайте будем вместе молиться. Возложите руку на ту часть тела, в которой вы чувствуете боль или в которой у вас есть болезнь. Отец, во имя Иисуса, я благодарю Тебя за то, что кровью Иисуса Христа мы омыты от наших грехов. Я благодарю Тебя за то, что ранами Иисуса Христа мы уже исцелились от наших немощей. И если у вас есть такая возможность, напишите в комментариях, от какой болезни вы просите Бога вас исцелить. Господь, мы приходим к Тебе в молитве согласия во имя Иисуса с каждым верующим человеком, который смотрит это видео, независимо от того, когда это происходит. И просим с верой во имя Иисуса, исцели нас прямо сейчас от любой болезни и немощи. Я связываю боль в спине, гипертонию, ушную инфекцию и экзему во имя Иисуса. Я провозглашаю исцеление от заболеваний щитовидной железы и связываю приступы эпилепсии во имя Иисуса. Исцели всех, у кого есть заболевания дыхательных путей прямо сейчас. Господь, исцели людей от чувства тревоги во имя Иисуса, от боли в шее во имя Иисуса, от боли в суставах, от заболеваний кишечника и пищеварительной системы во имя Иисуса. Господь, мы прямо сейчас провозглашаем исцеление от грыжи, заболеваний печени, почек и глаз во имя Иисуса. Я связываю зависимость от курения, алкоголя и порнографии во имя Иисуса. Будьте исцелены и восстановлены прямо сейчас от любых последствий коронавируса во имя Иисуса, от боли в плечах во имя Иисуса Христа. Я провозглашаю исцеление колена во имя Иисуса. Я провозглашаю исцеление от постоянного кашля, который никак не пройдет во имя Иисуса, от глаукомы во имя Иисуса Христа. Господь, мы провозглашаем Твое исцеление в той части тела, в которой мы чувствуем боль, которая приносит нам страдания, которая не функционирует должным образом. Я связываю любое бесплодие, сниженное количество сперматозоидов и любую миому во имя Иисуса. Будьте исцелены во имя Иисуса. Пусть все функции вашего тела будут восстановлены. Я приказываю раковым клеткам убирайтесь во имя Иисуса. Я приказываю опухоли уменьшиться в размере, рассосаться и убраться из вашего тела. Я приказываю кистей любым образованием убираться прямо сейчас силой Святого Духа во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Господь, высвободи свое слово в нашу жизнь. Дух Святой, прикоснись к каждому человеку прямо сейчас во имя Иисуса. Напишите в комментариях. Я принимаю Божие прикосновения и исполнение Божьего обетования. И затем просто принимайте. Некоторые из вас почувствуют какие-то изменения в своем теле, а некоторые ничего не почувствуют. Это не главное. Но если вы заметите, что боль прошла, сообщите нам об этом в комментариях или напишите мне электронное письмо и сообщите о том, что Господь даровал вам исцеление. Или зайдите на мой сайт pastorvlad.org и поделитесь со мной своим свидетельством. Я хочу об этом знать. Я лично перечитываю ваши свидетельства и меня они сильно приободряют. Потому что я вижу, как Господь прикасается к людям и Он хочет исцелить вас прямо сейчас. Так что просто примите эту молитву. И когда вы увидите, как исцеление проявится, в Библии сказано, что нам нужно высвободить нашу веру и вера размером с горстичное зерно может сдвинуть горы. И когда вы высвободите свою веру, Бог и зальет свою благодать на вашу жизнь во имя Иисуса. И потому обязательно засвидетельствуйте о своем исцелении во славу Божью, когда его получите. Теперь я хочу, пользуясь случаем, предложить каждому, кто смотрит это видео, задуматься и помолиться о том, чтобы стать партнером нашего служения. Причем сделать это уже сегодня. И таким образом присоединиться к нашему служению. Я прошу об этом потому, что в Библии сказано, когда мы сеем семя в добрую почву, Божья благодать, давшая нам не только спасение, но и помогающая возрастать во Христе, производит плод в нашей жизни. Я буквально сегодня читал о том, как у коринфян и у других церквей была особая благодать из-за их щедрости. И если это слово было для вас, и вы говорите, «Да, действительно, Господь обращался ко мне сегодня через это слово. Я уже и так молюсь и пощусь вместе с вашей церковью, но, возможно, вы еще пока не являетесь партнером нашего служения, я хочу предложить вам на протяжении следующего года стать партнером нашего служения и посмотреть, что Господь сделает благодаря этому с вашими финансами». Наше служение распространяет весь наш контент совершенно бесплатно по всему миру. 200 тысяч человек уже успели скачать мои книги. Кроме того, в прошлом месяце мы поддержали проект «Строительство жилья для бедной семьи из Румынии», состоящей из восьми человек, у которой до этого не было ни воды, ни электричества, и которая жила в ужасных условиях. Мы отправляем мои книги в тюрьмы Сан-Диего, в том числе на русском, грузинском, румынском и испанском языке. В прошлом месяце мы проспонсировали подключение электричества в детском доме для мальчиков в Замбии. И этот проект еще не завершен. Мы собираемся подключить электричество в других детских домах в этой стране. Мы покрыли расходы на лагерь для детей, пострадавших от войны в Украине, и поддержали семейную пару, которая этим занимается. И таким образом дали возможность двум 120 детям-сиротам и детям-инвалидам из Украины съездить в летний лагерь. В августе этого года мы поддержали семейную пару из Замбии, которая служит школьникам из неблагополучных семей, пережившим насилие. Закупили шесть плит для семей из Гватемалы, отправили 120 моих книг в тюрьмы Аризоны, перевели мои книги на фарси и арабский язык, и отправили их в разные страны Ближнего Востока. И в данный момент мы спонсируем строительство домов в Румынии и закупаем насосы в Замбии. Кроме того, мы постоянно выпускаем обучающие курсы, планы изучения Библии и делаем переводы моих книг на разные языки мира, а также оказываем людям гуманитарную помощь. Так что ваша поддержка поможет нам не просто снять какое-то очередное видео, но и помочь людям в практическом и духовном плане. И вы можете нас поддержать, зайдя на мой сайт pastorvlad.org в раздел «Партнерство». Мы добавим ссылку в описании видео. Большое вам спасибо за то, что вы делаете. Благодаря вашей поддержке у нас есть возможность предоставлять весь наш контент бесплатно. Наши обучающие курсы переводятся на разные языки мира. Мы помогаем семьям и даже целым служениям по всему миру и таким образом достигаем людей для Бога. Спасибо всем, кто нас поддерживает либо в качестве партнера, либо единоразово отправляя нам свои пожертвования. Ваш вклад играет огромную роль в жизни других людей. Аминь.